В эти дни Сергей Лавров, конечно же, не был, не в Карабахе, не пытался вести переговоры между Азербайджаном и Арменией, умыл руки, понимая, что за столом ему не осталось места, и отправился в Нью-Йорк. Хотя я всегда сокрушаюсь, что его все еще туда пускают. Во-первых, тут стоит вспомнить, что выпустили новую методичку, оказывается, что президента Зеленского больше нельзя называть президентом. Он кто угодно, только оказывается не президент. И даже новое, что они говорят о том, что незаконно захваченная власть. Хотя я четко помню, как в 2019 году военный преступник Путин сидел за одним столом, к сожалению, Зеленским. Зеленский не убил его тогда шариковой ручкой, но, в общем, принимал его как законно избранного президента. Теперь, в общем, у нас незаконно захваченная власть. Что сказал Лавров, находясь в ООН, это о том, что США, то есть наши кураторы, я напомню нашим зрителям, если они не отслеживают всю пропаганду, мы марионетки, мы шестерки, абсолютно несамостоятельные и воюем только по приказу Америки. Так вот, Лавров утверждает, что США могли бы дать команду Украине, не президенту Зеленскому, который захватил незаконно власть, все-таки отменить указ, которым он запретил себе вести переговоры с Путиным и начать переговоры. Мы всегда с вами, Майк, вспоминаем, что Россия как бы не показывает, что на самом деле они готовы. Зеленский показал два конкретных первых шага, что нужно сделать, чтобы наступил мир. И там, прежде всего, вывод всех войск, возврат всех территорий. Можем тогда говорить, пускай не с Путиным, но найдутся какие-то другие люди. Зачем Лавров об этом говорит? Что это? Это просто хорошая мина при плохой игре или все-таки он подает нам некие сигналы? Вы знаете, нет, я не воспринимаю это как сигналы. Они скорее отбиваются. Вот я так вижу, да, и Путин, и Лавров, и вот эта генассамблея, на которой Путин не присутствует. О чем, кстати, в интервью тут вот НБС, по-моему, сказал Блинкин, говорит, а что это он не ездит никуда? Не, говорит, на двадцатку, не на генассамблея. А что так? А что, что? Сильно выиграл, да? Ну, что, все получил? Что теперь даже и носа не кажет. То есть, я не думаю, что нужно в это считывать как сигнал какой-то. А что сигнал? Они пытаются только сказать, что, типа, заставьте Киев сесть за стол переговоров, которые не предполагают предварительных условий. Вот тех условий, которые назвал президент Зеленский, да? А будьте любезны, значит, выведите с территории Украины войска, так, значит, прекратите боевые действия, выведите войска, и, пожалуйста, у вас будут переговоры, можно и указы отменять. Но войска-то надо же вывести, территорию, где оккупировать, в том числе и Крым, естественно. А с другой стороны, а как по-другому, если все признают верховенство международного права? А как оно еще трактует границы 91-го года Украины? Вот как оно еще может трактовать международное право? Как? Какие еще варианты есть признания суверенных границ? Я не знаю, как здесь можно рассуждать. Москва от этого отказывается, и поэтому все остальное – это не более чем игра. А вы вот заставьте просто Киев с нами начать разговор и прекратить огонь, перестанут гибнуть люди. Вот это сейчас эксплуатированная вещь, да? А до этого что происходило? Поэтому я думаю, что сейчас каких-то больших шансов они не приискивают от этой риторики, особенно на Генассамблее. Вот это *** с ним – это не бензия, и он там… Ну, как бы я не вижу здесь… А в чем их план? В чем он их план? Если бы они вот заявили, например, да, типа мы готовы первым шагом вот не все вывести, а до 24-го линии вывести. Ну, выводите, вы сначала выведите, а потом начинайте разговаривать. А кто-нибудь слышал, чтобы они что-то предлагали? Нет, они просто говорят «заставьте своих марионеток с нами за свой переговор». А что обсуждать-то? Обсуждать-то что? Украина собирается обсуждать диокупацию территории. А вы что хотите обсуждать? Признать геополитические реалии? Так нет предмета для переговоров. Есть указ о том, что недопустимо с Путина вести переговоры Киева. Нет этого указа. А что вы собираетесь обсуждать? А давайте статус русского языка, а давайте демоцификацию. Это не предмет для переговоров. Поэтому я и говорю о том, что да, сейчас нынешних условий все стороны признают, что это невозможно, но президент Зеленский в своей речи сказал, что я слышал, что то ли в речи, поправьте меня, могу ошиваться, то ли в речи. А за спиной ведутся переговоры. Переговоры. Вот меня тут сильно клевали. Тут последние месяцы лета, июля, что ты тут нам протаскиваешь тему переговоров. Да ни хера подобного, ребят. Это я не от себя, а так вот. Они действительно его проталкивают, понимаете? Но он прекрасно знает. Зеленский знает больше нашего с вами. С ним ведут разговоры разные, и американская сторона, и всякие посредники. И он вынужден это озвучивать. Что нас тут склоняет, черт знает к чему. Понимаете? И поэтому он должен это обозначить для того, чтобы сказать, никаких вот этих вот кулуарных, он и общественного мнения в Украине это говорит, кулуарных, закулисных, за спиной общественного мнения Украины переговоров не будет. Потому что вот два условия публичных. У нас нет других условий, говорит Зеленский. Выведите войска, где оккупируете территории, и тогда можно разговаривать. А почему нельзя разговаривать? Но даже и Москва могла бы, повторяю, на это отреагировать. Если бы она сделала бы шаг. А вот все вывести не можем, а до 24-го выводим, занимайте территорию. Херсонскую, Запорожную. Но они же этого не сделают, правильно? А тогда о чем разговоры вообще вести? Поэтому, конечно, все ждут военного решения. Ровно поэтому очень важна беседа сегодня Зеленского и Байдена, потому что она про военные решения, а не про переговоры. Понимаете? Тут важно сказать, как отмечают украинские аналитики, что так называемый план, мы сейчас вернемся в прошлое лето, Драги Макрона Шольца. Драги уже не премьер, так, и ему пришла на смену прекрасная мелодия. Но, тем не менее, этот план все равно существует, он никуда не делся. Существует план Трампа, существуют планы Китая, мирный план африканских стран. Ну, то есть вот эти переговоры... Там продавливают тоже. Да. То, о чем говорит президент Зеленский, оно действительно существует. И очень важно, что он с высокой трибуны об этом сказал. Но тут всегда будет непонятна логика западного мира, Марк, потому что это очень похоже, когда тебе выписывают самый страшный переговор, не знаю, онкология, да? Что с чем можно сравнить сегодняшнюю войну? Это такая, рак последней стадии, хотя мы очень боремся. И тебе говорят, о, слушай, так можно же выпить обезболивающее? Ну, отдай Донбасс. Ну, значит, такой черт тебе Херсон и Запорожье. И потом все, ракеты не летят, шахеды не летят, все супер. И западный мир как будто бы думает, что этим он не открывает ящик Пандоры, потому что потом все равно у всех есть территориальные претензии, у всех есть какие-то абсолютно конченные соседи. Неужели они думают, что они смогут все это остановить, что Россия станет первой и последней? Нет, это хуже. Сама Россия не остановится. Откуда вот это ощущение, что если Россия сделает ням-ням в виде каких-то территорий, то ее планы в отношении Украины изменятся? А что, она разве с Россией соглашается, что, сделав ням-ням, отпускает на все четыре стороны Украины, может вступать в НАТО и в ЕС? Где-нибудь, когда-нибудь это заявлялось? Россия когда-нибудь, хоть раз это подтверждала план, вот это, НАТО в обменной территории. Ну, пусть они хотя бы звякнут об этом. Хорошо, вы не хотите отвезти свои войска к линии 24-го? Так вы скажите, да пусть Катя на все четыре стороны вступает в НАТО. Ну, это хоть предмет для разговора, правильно? Ага, значит, они меняют на НАТО какие-то территории, которые уже оккупировали. Но нету предмета. Они другое предлагают. Они предлагают, вы нам отдайте эти территории, а мы за это что? А что вы за это? А мы, говорят, за это на Киев не пойдем. Ну, вот же, что они предлагают. А как? Ну, ракеты не полетят, и войска не пойдут. А что еще они предлагают? Ну, пусть мне вот конкретно скажут, что предлагает Москва. Она все время предлагает воздух. Признайте геополитическое, а мы-то, конечно, мы дальше-то не пойдем. Будем добрососедствовать, вообще целовать друг друга и так далее. Хлеб, соль. Ну, на кого это рассчитано? На какого дебила? Запад в это хочет поверить. Почему? Потому что он получает для него главный дивиденд прекращения войны, боевых действий и как бы утилизации темы на предмет. А вот мы добились. А вот могла Украина не стать. А она осталась. И мы дальше продолжим этот мирный процесс. А мы будем демаркировать границу между сторонами. А мы будем там мониторинг, инспекция. Представляете? А это как это? А еще с этого навара я живу. Там как он? Яйца там это варят и так далее. То есть и это до бесконечности можно, эту шарманку крутить. Ну, понятно, что запад уже заинтересован. А что нет-то? Особенно Европа. Ну, Америка еще и как-то так это все. А Европы-то почему нет? Предели все. Сразу начнутся заботы, хлопоты, восстановления. Туда-сюда. А Украина это устроить не может по одной простой причине. Что это не дает ей никакой гарантии для ее безопасности будущего. Вообще никакой. Все бумажки, они не стоят чернила, написанных на них. То есть по поводу того, что ну, а мы-то будем тут вот на границе какие-то там стоять, там миротворцы, инспекции, там. Ну, придумают что-нибудь. Ничего не будет, ничего не поможет. Еще раз повторяю, Москва не предложила ни разу ничего из того, что Украине могло бы быть интересно. Ни разу. Понимаете? Ни разу. А тогда что обсуждать? Поэтому в той ситуации, которая есть, я не вижу никакой хорошей перспективы. И вот вы говорите, опасность заразительна. То, что договориться здесь посередине, тогда это для многих стимул. О, а разве так можно напасть, кусок отгрызть, а потом, значит, ну ладно, так и быть. Мы прекращаем. Ну, конечно, это соблазн всегда есть, но это человечество так устроено. Люди несовершенно, мягко говоря, страны несовершенно, народы, нации, правительства, они-то все равно это будут делать. Все равно право силы почему-то берет вверх, да? Вот почему она берет вверх? Почему вот надо иметь сильную армию, вооруженное население? Вот там же они же все время говорят, а что вы вот Украину все вооружили там в каждом доме по автомату? Зачем вы это вот, типа, делали, заберите все? Москва же сейчас так рассуждает. А понятно почему, что не дай бог займи, что тебя каждую ночь будут убивать. Убивать, 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 и это не остановится. Как это происходит? Ну, может, в меньшем, большем масштабе на оккупированной территории, где-нибудь на Херсоничне и так далее, в Запорожье. Ну, в Донецке и Луганске тяжелее, там все-таки прочищено население, что называется, за столько лет. А так, в принципе, конечно, они боятся, потому что владеть такой территорией, оккупировать такую территорию, ну, это очень геморройная история. Это на десятилетия разоружает. Они же помнят опыт еще войны, так сказать, Супа и так далее на Западе. Украина еще в те времена, при Сталине, я хочу сказать. Но выход здесь только один. Это действительно бесконечная, непрерывная милитаризация. Вот если Украина будет безостановочно милитаризироваться, все больше оружия, больше, давать населению возможности этого оружия, территориальная оборона вечной сделает, чтобы ирегулярные части возникали, которые люди собирались на сборы, каждый год проходили подготовку, ну, тогда, конечно, все другое. Но это не решает главный правиль. Нету ядерного оружия, понимаете? Вот это для Запада как раз опасность, потому что все больше стран, наблюдая за тем, что происходит в Восточной Европе, с войной в Украине, думают... Надо и себе. Да, нам бы вот, если была бы атомная бомба, не напали бы, потому что риски-то какие-то, да? Вот может все-таки как-то вот... Вы представляете, что сейчас происходит в заявлении Саудовской Аравии? Он говорит, ну, если вот Иран получит бомбу, то и мы тогда бомбу сделаем. И уже Израиль заявил, что Натаньяху, Натаньяху, что мы дадим специалистов с Америкой, да. Мы дадим в Америку специалистов, не в Саудовскую Аравию. Которые помогут Саудовской Аравии обрести пороговый статус с ядерным оружием. А это все на что реакция? Это реакция на войну в Украине. А на что же еще-то? Страны хотят обладать ядерным оружием. Иран, понятно, что он хочет. И реакция обратная, значит, этого же хотят и Саудовская Аравия. Этого же захочет Тайвань, этого захочет Япония, этого захочет Южная Корея. И так далее до бесконечности. Вот что вызвала, собственно, война в Украине, затея на Москву. Сегодня День мира. Сейчас расскажу, как мы его отмечаем в Украине. Только перед этим, друзья, я вам напомню, что мы работаем с парком в Ютьюбе. Здесь, как всегда, свои правила существования. Большая конкуренция. А еще, конечно же, большое противодействие с российской стороны. Очень им не нравится, когда много информации распространяется против них, подчеркивая и показывая всю правду о современной России. Поэтому давайте вместе будем бороться с российской пропагандой и их противодействием. Не забывайте оставлять нам лайк. Не забывайте подписываться на YouTube-канал «Фегин Лайф» и, конечно, «Курбанова Лайфа». Оставайтесь с нами. Почему вспомнила о День мира? Потому что, значит, с одной стороны, у нас есть заявление выдающегося армянина, с другой стороны, призывы к тому, что, значит, это Украина продолжает войну, а обстреливают нас. Очень давно не было массированной ракетной атаки, которую сегодня мы пережили и в Киеве, и другие наши регионы. К сожалению, у нас есть и пропущенные, далеко не 100%, более 80%, но тем не менее. Меня, конечно, каждый раз удивляет, потому что бросают ракеты около 20, кинули в Киев. Киев очень защищен. Мне кажется, Марк, вы уже были, когда точно «Патриотс» даже стоял. То есть самые высокоточные, самые страшные российские ракеты не способны преодолеть нашу линию обороны, но осколки, конечно, нам на голову сыпятся. И это все на фоне того, что давайте поговорим, а давайте, значит, там о чем-то договариваться. Мы всегда подчеркиваем, что это экзистенциальная война. Они не хотят оккупации, они не хотят сделать из украинцев правильных россиян, они хотят просто, чтобы эти территории стали пустыми, чтобы поубивать всех украинцев и занять, в общем, наши дома и наши города. Вот эти ракетные обстрелы, они вообще для кого? Для зрителя, который включит сегодня Соловьева-Скобееву и новости, или они все еще верят, что в этом есть какой-то военный потенциал? Не, ну они для всего. А что еще делать? Понимаете, вот удары по Крыму, по Севастополю, вот эти в сухих доках, уничтожение лодки и десантного корабля, а как еще ответить? Вот просто проглотить, как они? Они все время что-то глотают. Вот Симоненко говорит, что мы там глотаем? Опять проглотим? Что-то она все время глотает. Ладно, боксинг пусть глотает, но я к тому, что это и пропагандистские, это и преследует стандартную уже налаженную военную задачу, а вот давайте вот так делать, а что мы еще можем сделать? Не бросать же атомную бомбу, ну и так далее. То есть здесь все. Пропагандисты об этом говорят, ну вот же, вот же, мы же вот там это делаем, то вот продолжаем критическую инфраструктуру, центры принятия решений. Конечно же они понимают, что особенно в Киеве ПВО работает практически с стопроцентной гарантией. Они прекрасно это понимают, они не идиоты. Но тем не менее по-другому, то что не обстреливать Киев, они тоже не могут. Потому что им надо показывать, что мы вот пробиваем, мы там что-то делаем. Ну хотя бы осколки от противоракет уроним. Ну сегодня они деноцифицировали завод Пепсиколы. Пепсиколы в Киеве? Ну в Вишневом, да, это Киевская область. Киевская область, ну прекрасно. Они, я думаю, по нему и хотели ударить. Самое понятное дело, это же центр принятия решений. Да, это центр принятия решений, критическая инфраструктура, колы, чтобы не пили украинцы. Не будет виски с пепси. Виски с пепси, а это хорошее. Не, ром с колой нормально идет. Вот, но я к тому, что здесь я повторяю и пропагандистская задача, и военная, и отчасти отчасти такая, знаете, выслужится. Лайвович, мы вот тут вот пепсиколку, вот, ждем, больше не будет пепсиколки. Ну и как бы, типа, ну молодцы, давай, вот тебе орден, тебе медаль, понимаете? Ну как бы, а что они еще могут делать? Другое дело, что Западу следует, конечно, дать гораздо больше систем ПВО, и Патриот, и НАСАМС, и все остальные, для того, чтобы Украина была закрыта вся. Но, во всяком случае, вот, ну, основные критические части территории на Западе, в центре, там, на юге, там, на востоке, нужно закрывать больше, чтобы такие вещи вообще не происходили, чтобы это везде, как бы, можно было противодействовать. Это, конечно, было бы важно. Возможно, не хватает этих средств. Возможно, там их не дают, себе берегут. Может быть, еще какие-то соображения. Это плохо. Ну, это плохо. Надо, чтобы была, вся территория Украины была закрыта. А что тут еще скажешь? Чтобы никуда не падала никакая ракета, не погибали дети. Вот я видел мальчика там, онгорелого такого. Вот. Ну, вот, вот все. А что тут скажешь?